Ходьба по краю, по краю проезжей части. Подвергать себе опасности приходится жителям Верхнего Карбуша, деревни в Омском районе. Чтобы попасть в больницу, аптеку или на учебу, теперь нужно либо пройти пешком около 7 километров вдоль оживленной загородной трассы, либо подстраиваться под неудобный график пассажирского транспорта. Дмитрий Куканас продолжит. С тяжелой ношей и риском для жизни Лидия Пунда и Фаина Гришаева уже не в первый раз возвращаются с покупками из города пешком. Такой физкультурой вынужден заниматься каждый второй житель Верхнего Карбуша. Тяжело. Еще и с сумками вдобавок. Тяжело даже без сумок. 700 метров до фактической границы с городом. Это если через поля по прямой. Верхний Карбуш почти что окраина Омска. Но после отмены нескольких автобусных рейсов поселок впору переименовать в Таежный тупик. Не весело шутят местные жители. После нескольких дней работы транспорта по новому расписанию жители собрались на пикеты к областному правительству. Кто-то на лыжах, кто-то на санках, кто-то на детской лошадке или метле. Люди признаются, без юмора воспринимать проблему себе дороже. Впрочем, кроме необходимости ходить пешком, у изменения автобусного расписания есть и другие неприятные последствия для жителей Верхнего Карбуша. К нам ездил учитель математики, замечательный учитель Стройцкого. Все устраивало. На автобусе он добирался в школу обратно. Сейчас мы потеряли учителя. Начало учебного года. И мы просто в панике. Мы не знаем, где теперь учителя найти. По той же причине постоянные проблемы с кадрами и у местных аграриев. У меня порядка 30% люди из города. И вот представляете, в настоящее время, когда остро нужны люди, а их нет. Что делать? В компании, недавно выигравшей конкурс на маршрут, который связывает Верхний Карбуш с Омском, говорят, что придерживаются установленных правил. Опускать транспорт чаще невыгодно. Он, что был автотранс, передал нам информацию о пассажиропотоке по этому направлению. Передал расписание движения. В расписании у меня есть полностью путь следования. Суворова, ключевая, 288 километр, черта города, зеленое поле, магистральная ребровка. Все. Но Верхний Карбуш относится к Троицкому поселению. И многие жители ездят именно туда. Сделать удобный для них маршрут люди просят давно. Пока ответа нет. Жителям деревни пришлось идти на одиночные пикеты. Дмитрий Куканец, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск. И как нам сообщили организаторы акции, министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов пообщался с пикетчиками. Пообещал им разобраться в ближайшее время с возникшей проблемой. Мы будем следить за ситуацией.